А герои следующего сюжета просят деньги за трудоустройство. От 400 рублей до 17 тысяч. Чтобы получить место офис-менеджера, диспетчера или ассистента, платить придется и за спецлитературу, и за повышение квалификации. Даже договор на услуги с безработными заключают за деньги. Работой сомнительных агентств уже заинтересовалась прокуратура. Репортаж Ксении Кузнецовой. Время вводного инструктажа вам понадобится некая дополнительная информация, которая направлена на личностный рост. Информация вся будет полностью предоставлена компании, но под залог 450 рублей. Вводный инструктаж — это 4 лекции. За это время представитель крупной сетевой компании обещает рассказать мне, как построить карьеру. Есть только один нюанс — придется купить дополнительную литературу. Набор книг под названием «Кто съел мой сыр». Стоимость 450 рублей. Деньги обещают вернуть сразу же после подписания договора. Молодой человек предлагает должность старшего менеджера. Резюме не требует, достаточно дополнить анкету. В ней несколько вопросов. Наличие собственного жилья, уровень образования и номер телефона. Но после того, как наша съемочная группа возвращается с камерой, руководство компании уверяет, тут они думали ничем торговать. У нас литература не продается ни за какие 450 рублей. Она выдает всю литературу соискателям, все ее ознакомления. Есть люди, которые без залога обучают биться, без всего. Нет, теньши компании здесь нет. Тиенс? Здесь нет компании Тиенс. Нет компании Тиенс? Нет, здесь есть ИП Петрова. Компания Тиенс находится в Китае, насколько мне известно. Вот в той комнате сейчас идет стандартное собеседование, но вы видите, что сотрудники стали плотной стеной, снимают все на видеокамеры и не дают нам даже пройти, пообщаться с людьми, которые пришли сюда на собеседование. Это полная съемка. Это полная съемка, они санкционированы. Вы меня бьете? Бьют! На деятельность этой фирмы пожаловались наши телезрители. Утверждали, что здесь с них требовали деньги за трудоустройство. Соискателей фирма привлекала под разными названиями и на разных сайтах. И приглашала в небольшой офис на улице Лермонтово. Крупная сетевая компания действует в Челябинске широко. Несколько филиалов, агрессивный маркетинг и дар убеждения. Азиза Лыкова рассчитывала на работу контролера. Прошла все четыре лекции. Они показывают свои видео, то, что они достигают, какие-то цели у них, что они меньше 100 тысяч не зарабатывают, что каким ты был, допустим, ты работаешь на станке на заводе, там ничего не получаешь, а у них тут вот просто пришел, все, и вот деньги прям сыпятся, валятся. Сразу после такого спецкурса Азизе предложили буквально взлететь по карьерной лестнице за деньги. Квалификация по звездам сколько? Да, 17 450, это получается 5. 17 тысяч? Да, 17 450, да. Смотрите, 3 тысячи, это контракт, короче, получает документы. 3 тысячи с собой берите, получается, в злоговой сумме есть, из продукции что-нибудь выберите. То, что в мышеловке далеко не бесплатный сыр, понял и Дмитрий Глебов. Парень недавно перебрался в областной центр из Троицка. Рассказывает, что на лекциях будущие работодатели предлагали купить свою продукцию, БАДы, бытовую химию и косметику. Зачем она будущему ассистенту руководителя, Дмитрию, так и не объяснили. Мы ее показывали на последней лекции, какая она хорошая, какая волшебная. Ну, как бы я засомневался. Бизнес-консультант Оксана Рудакова объясняет, требовать деньги за трудоустройство незаконно. Но доказать факт мошенничества будет сложно. Соискателей фирма превратила в дистрибьюторы, то есть людей, занимающихся оптовыми закупками. Скорее всего, никаких должностных обязательств компания в договорах не прописывает. Признак недобросовестного работодателя, когда с работника что-то требуют оплатить. Начиная элементарно от медицинского осмотра, заканчивая учебными материалами и прочими разными вещами. По трудовому кодексу это запрещено. То есть не имеет права брать никакие деньги работодатель с кандидата, тем более с будущего сотрудника. В кабинете, где еще недавно шли лекции, несостоявшиеся офис-менеджеры, диспетчеры и контролеры пишут заявление в полицию на экс-работодателей. Просит проверить, имела ли право фирма брать с них деньги. Проверкой трудовых отношений займется и прокуратура Тракторозаводского района. Необходимо просить как самого индивидуального предпринимателя, который осуществляет деятельность, опять же, и оценить законность деятельности индивидуального предпринимателя на основании всех документов, которые она представит. И уже потом мы будем делать вывод о необходимости применения той или иной меры прокурорского реагирования. Если факт мошенничества удастся доказать, представителям сетевого маркетинга может грозить не только приостановление деятельности, но и уголовная ответственность. А группа этих все еще безработных людей планирует впредь искать работу только в проверенных компаниях.